В седьмой раз отправилась из Курска гуманитарная помощь для Донецкой и Луганской народных республик. Автоколонна доставит на ростовскую базу Российского союза спасателей продукты питания, строительные материалы и оборудование. Подробнее Ирина Бобровская. Более 30 тонн груза в ящиках и мешках. Крупы, растительное масло, лекарства, моющие средства, цемент. Все в чем остро нуждаются жители разрушенных городов. Особенно ждут сейчас Луганский и Донецкий партию электротехники. Без нее невозможно оперативно восстановить кабельные сети и уличное освещение. Эту просьбу о помощи услышали как организации предприятия региона, так и обычные куряне. Обращение поступило на прошлой неделе. И вот сегодня мы оперативно реализовали, чтобы жителям и Донецка, и Луганска пришли, ну будем говорить, подарки, поздравления к 9 мая от курян. Вадим Шепелев повезет гуманитарный груз во второй раз. За сутки его фура без остановок преодолеет 800 километров. Отдыхать водители машины будут только завтра утром в Ростове-на-Дону. На всероссийской базе спасатели уже готовятся к их приезду. Мы приезжаем отдельно, там нас уже ждут, разрушают очень быстро. Груз из Курска присоединится к общей колонии и пересечет границу в первые дни мая. Не прекращается помощь и жителям Украины, которые покинули свои дома и теперь находятся на территории нашего региона. Вынужденных переселенцев снабжают продуктовыми наборами. Ирина Бобровская, Сергей Дорохов, телеканал СЕИМ.